МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Персона» на Первом областном. Сегодня в этой студии будет звучать один из самых известных и узнаваемых голосов в Орловском медиапространстве. Зовут этого человека Максим Кузнецов. Он радиоведущий. Пришел он к нам сразу после эфира. Мы покажем, как это происходило, и сразу начнем интервью. Приветствую всех! Впереди у нас самые главные русские песни. Целый час общения и, конечно, ваши приветы и поздравления, которые вы присылаете к нам в группу ВКонтакте на наш WhatsApp и Viber. Вы дозвонились. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Ольга! Еще одна Ольга сегодня. Здравствуйте, Ольга. Очень приятно вас слышать. Ну что, будем играть? Будем выигрывать призы от наших партнеров? Супер, замечательно. Самые главные русские песни ждут вас впереди в ближайшие 9 минут. Ну а личное сообщение «Я, Макс Кузнецов» прощает с вами и говорю свое обычное. Пока-пока! У нас в гостях сегодня Макс Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталия. Позвольте мне называть вас Максим. Максим, да. Только не Кузнецов тогда, а Коваленко уже. Вот. Сразу первый вопрос родился, да. Почему? Да, это нужно было обязательно. А чего это было требование? Нет, это не требование. Это просто, ну, я работаю на русскоязычном радио, а фамилия моя, как вы уже понимаете, да, украинская, Коваленко. Родился она украине. Вы начинали еще в те времена, когда никто бы в этом не усмотрел никакого крабула. Да, но тем не менее Кузнецовым я стал недавно совсем. Работал раньше под своей фамилией. Но эфиров прямых так часто и так много, как сейчас, я не вел. В основном работал в качестве записываемого диктора. Ну а он в эфир пошел под псевдонимом. Коваленко, Коваль, Кузнец по-украински, ну, Макс Кузнецов. Вот так вот. Максим, вы, собственно говоря, находитесь в этой студии. Повода никакого нет особого. День рождения у вас в декабре, не сегодня. Да, но вы крайне интересны как фигура и как явление, потому что голос ваш в Орле действительно очень-очень узнаваемый. И вот у нас, у радиослушателей, это один из любимейших аттракционов, мы слушаем голос и мы представляем себе картину. Какой он. Вот Макс Кузнецов вот такой большой, большая такая фигура на радио, на нашем, на Орловском. Знаю еще, что есть такая ревность у радийщиков к телевизионщикам. Вас узнают, а нам нужно обязательно заговорить. Да совершенно нет у меня никакой ревности. По голосу узнают? Есть такое? По голосу, да, узнают. Как к этому относитесь? Совершенно спокойно, абсолютно спокойно. Я не строю из себя какую-то звезду, я не делаю из своего голоса бренд-войс какой-то, нет. Ну работаю, работаю, голос Бог дал, родители дали, сам чуть-чуть приложил к этому руку. Так получается. Так. Ну вот про радио. Говорят, что успех радиоведущего зависит от того, о чем, в принципе, он говорит со своей целевой аудиторией, как он это делает, и от этого зависит, станет ли он своим или будет чужим, будет ли ему слушатель доверять, или слушатель будет агрессировать, вот так вот относиться к этому человеку. О чем вы разговариваетесь с теми людьми, которые вам звонят, которые вас слушают? И вообще в целом это зависит от какой-то определенной повестки дня, или вы так достаточно широко на этом? Ну конечно, иногда это зависит от темы, которую задает прямой эфир, но в основном люди дозваниваются для того, чтобы передать привет и поздравить кого-то, заказать любимую песню, что мы не всегда можем делать. Темы общения абсолютно разные, абсолютно разные. Начиная от того, что поздравьте мою кошку, у нее сегодня день рождения, и заканчивая тем, что, ребята, вот у меня день рождения, через несколько дней, поздравляйте меня, пожалуйста, все приходите, дарите подарки. Тем масса, тем море. И людей, которые дозваниваются, тоже очень много. Ну как дозванят с праздником, я понимаю, но это одна такая грань, потому что у любимой подружки родился ребенок условно, это такая одноразовая, единоразовая акция. Это серьезная тема, да. Да, но в целом, потому что, как я понимаю, все равно радио это такой определенный срез того, какие люди в этом городе, что с ними происходит. Вот вам чаще звонят, чтобы рассказать о том, что плохие дороги, или о том, что хорошие дороги. Вот в нашем относительно депрессивном городе Орле, что происходит с людьми, что их интересует, что огорчает их. Да масса, масса вещей, что огорчает, что интересует, что радует. Я бы не сказал, что люди дозваниваются для того, чтобы какой-то негатив вылить в эфир, поделиться какими-то бедами, какими-то, может быть, расстройствами. Нет, люди, наоборот, дозваниваются в эфир, чтобы подчеркнуть от нас вместе с нашими треками, с треками нашего радио, замечательное настроение. И темы общения, соответственно, складываются юмористические, иногда даже доходящие до абсурда. Пример приведете? Пример, вот сегодня я ввел эфир в Липецке. В Липецке? Да, мы вещаем на Орел, Липецк, Белгород, в планах Брянск. Ага, так. И сегодня дозвонился мне молодой человек, который делал ремонт. Пожаловался на то, что... Как мы любим этих людей. Пожаловался на то, что его очень достают соседи, ибо он штробит стены. А, это его соседи достают. И звуком своего перфоратора мешает им, может быть, отдыхать. Он говорит, можно я сделаю? Вы не будете против, если я сделаю ваше радио погромче, чтобы не слышать соседей. Мне человек позвонил, который работает перфоратором, на него жалуются соседи. Он просит у меня разрешение у ведущего радио сделать радио погромче, чтобы не доставали соседи. Вот даже до такого бывает доходит. Было смешно, мы мило пообщались. Я предложил Алексею, как помню, сейчас его звали, сделать радио чуть-чуть погромче, а перфоратор чуть-чуть потише. На это мы порешили. Прекрасно. Звонят и вам в студию. Обязательно. Обязательно. А давайте мы все-таки вернемся к этой теме. Вот Орел, Белгород, Липецк. В планах Брянск. А вот эти три города, люди, наверное, все-таки чем-то отличаются. Все-таки разные, наверное. Абсолютно разные. Абсолютно разные. Как мы на фоне всех остальных выделяемся, чем? Честно? Ну, в Орле наблюдается небольшой спад, потому что, может быть, это связано с осенью, с погодой. Спад настроенческий? Спад настроенческий, именно настроенческий, сезонный. Летом бодро, хорошо, весело. Как только зарядили дожди, ребята начали чуть-чуть так подуставать. Видно, вот. Белгород очень активный город. Ну, это понятно, немножко побольше жителей. Липецк активничает, но тоже бывает так. От настроения к настроению. От дня к дню. В пятницу любой из городов возьмите. Пятница, наш день. Все веселые, все радостные. Море песен, море улыбок, море заказов. С понедельника по среду так. Ни шатка, ни валка. Интересно, а можете ли вы о каких-то таких новостных трендах говорить в этой связи? Вот, ну, например, говорят, что вот в Москве каждый второй, кто звонит на радио, это люди, помешанные на ЗОЖе, потому что это становится модно. Вот что происходит с регионами? Я бы не сказал, что ЗОЖ у нас в тренде. Нет, ни в коем случае. Потому что все любят пятницу, здесь какая-то вот закономерность. Да, с вами согласен. Ну и, если так посмотреть, ЗОЖ, это же не такая тема, которую на радио можно в прямом эфире активно продвигать. У нас развлекательные программы, у нас программы передачи приветов, музыки. Кстати, говорите, что это обожаемый вами и любимый разговорный жанр. Да, я больше люблю поговорить. Мне очень импонирует, и, конечно, я равняюсь как на звезд, как на учителей моих. Вадик Воронф, Алис Селезнева, Мельников, ну, утреннее, утреннее шторм. Именно федерального значения. Да, конечно, конечно. Это наши любимые друзья, старперцы. Просто... А чем они вам так симпатичны? Это люди с огромнейшим опытом работы на радио и с опытом, к которому нужно стремиться. Я не могу похвастать еще пока такой свободы общения в прямом эфире, но стараюсь за ними подтягиваться. Постоянно слушаем их, постоянно у нас проходят вебинары, интересные встречи. И мы растем потихоньку, но растем. А сейчас вы волнуетесь? Да. Сейчас находясь? Я волнуюсь. А перед микрофоном волнуетесь? Перед микрофоном абсолютно нет. Вчера я заметила, когда мы к вам приезжали в студию, что у вас тоже было какое-то такое волнение. А почему вот так у микрофона? Работать у микрофона... Ну, это, знаете, как в театре, да? Да. Четыре стены, да? Три стены есть, а четвертую ты сам себе выстраиваешь и общаешься уже. Ну, там, понятно, в портере зрителей не видно, свет притушен. А я все-таки говорю, ну, надеюсь, с десятком тысяч, а может быть, с сотней тысяч человек. Я просто представляю себе какого-то... Вот туда, в амфитеатр, на галерочку. Да, отправляю свой посыл, свое хорошее настроение, энергию. Метафора не случайна, потому как закончили театральный. Да, я закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по классу театр, актерское мастерство, театр, да. Это в далеком, я не помню, уже в каком году, в 2001. Нет, к сожалению, о не сложившейся актерской карьере? Есть. Или вы не считаете, что она не сложилась? Вы проработали какое-то время? Я проработал в нашем театре драмы имени Тургенева некоторое время. Здесь, в Орле? Здесь, в Орле. Немножко поработал в антрепризе в Москве, в Питере пару месяцев. Ну, по независимым от меня обстоятельствам я вернулся домой, сюда, в Орел, и остался здесь. Работать в театре в Орловском, сколько бы там ни было у меня друзей, сколько бы меня с ним не связывало, я не счел возможным при прошлых руководящих верхушках этого театра. У вас родители, вы из актерской семьи. Да, у меня отец и мама актеры. Так, ну вот случилось что? Человек после окончания театрального, пышащий, бурлящий желанием вот это все актерское, накопившееся реализовать, и вы попадаете на радио, где никто не видит, что происходит с вашей мимикой, ваши говорящие жесты тоже никто не видит, только голос из инструментов самовыражения. И тут, наверное, прямо бить себе по рукам пришлось. Нет, самая прелесть в том, что ты в основном работаешь в студии один, да, у нас звукорежиссер находится отдельно. То есть вы там еще кривляетесь? Мы можем скачить, мы можем потанцевать, мы можем выплеснуть какую-то свою эмоцию. Ну, слава богу, это никто не видит, но зрители это, радиослушатели это чувствуют. И только благодаря энергии голоса, энергии посыла вот этого, я думаю, что только так передается живое человеческое общение. А что может заставить Макса Кузнецова вскочить? Ну, не знаю, от хорошего трека, например, до какого-нибудь смешного момента, когда человек участвует в розыгрыше и какую-нибудь от себя тяну ляпнет. Бывают моменты, что просто хватаешься за голову и говоришь, «Да как так-то?» Ну, понятно, что микрофон при этом мутируется, и ничего в эфир не идет. Ну, бывают моменты, бывают. Бывали моменты, что вот эта кнопочка мьют. Мьют. Бывает в моменты, что кнопочка мьют и не нажата бывает. Это, по-моему, классика радиоведущих. Да, у всех это бывает. Кто бы вам ни говорил за радиоведущей, что такого не было, что я суперпрофессионал. Нет, у всех это было. У всех это было. И тут вот с ужасом надо признать, что и у меня пару раз. Наказали? Пожурили. Сказали, больше так не делай, нахлопали по рукам. Но, слава богу, от эфиров не отстранили. Так, мы сейчас поговорим подробнее об эфирах, и вот здесь будет уместно вспомнить одно из ваших высказываний по этому поводу. На экран смотрим и продолжаем. Чтобы эфир был успешным, нужна большая предварительная подготовка. Трачу не один час на разработку плана будущей программы. Какие-то вещи прописываю подробно, что-то набрасываю тезисно. Если ты к эфиру не подготовлен, он получается пресным. Программа должна искрить от энергии, юмора, шуток. Экспромтом с наскока ничего путного сделать нельзя. Ну, вот и, собственно говоря, об эфирах, о подготовке к ним и о музыке. Сегодня, надо сказать, включила специально послушать, что звучит. Была лобода, были смысловые галлюцинации. Вот вчера, когда мы к вам приезжали, начали снать. Вы слышали Орловский эфир, да? То есть достаточно всеядно, музыка была достаточно всеядной. И вопрос в другом. Бывает ли такое, что вас просят поставить нечто такое, от чего вам, как человеку, Максиму Коваленко, а не ведущему Макса Кузнецова, хочется вжаться в кресло и не ставить вот это то, что происходит? Это постоянно происходит. Постоянно происходит. Я не буду называть эти группы, скажу только, что они работают. А русская музыка звучит на этой волне, которую вы сегодня представляете? Да, только русская музыка. Она разная? Она абсолютно разная. От панк-рока до попсы, такой откровенно махровый. Рэп, может быть, я не знаю как. Я не силен в этих направлениях, я взросшен на хорошем британском роке, поэтому... А это важно, чтобы вкусы ведущего совпадали? Или важно, чтобы они напротив и не совпадали, чтобы личное оставалось личным? Мне кажется, что так интересней. Так интересней. Я слушаю Светлану Лободу, я слушаю Макса Барских, я Сережу Лазарева слушаю. Я Гречку начал слушать просто потому, что... Гречка? Гречка, Монеточка. Да, это все наши исполнителицы, да, которые сейчас в тренде. Я начал слушать просто потому, что я должен быть в курсе того, что слушать сейчас молодежь. Мокрые кроссы, новый трек, замечательный, тоже прекрасный. А вот главная фигура российской поп-сцены, наверное, так сейчас какая? Вот по вашим наблюдениям, исходя из того, что вы ставите в эфир и исходя из того, что вас просят поставить? Ну, о динозаврах мы говорить не будем, да, давайте поговорим о достаточно молодых исполнителях. Ну, я не знаю, может быть, и динозавров будет. Ну, не Филипп Киркоров точно. Нет? Нет, ни в коем случае. Нет, это мы не ставим, это мы не слушаем. А мы... Потому что? А это интересно? Я не знаю. Ну, ответьте вы мне на вопрос. Это интересно? Филипп Киркоров это интересно? Он делает что-то интересное? Может быть? У него сейчас есть... Творческий спад? Период визуализации активных. Ну, просто... Слава великолепных... Хочет хайп поймать. Филиппов Сергея Шнурова не дает покоя российским поп-звездам. Сергей Шнуров, да, у нас ведут композиции группы Ленинград. Да. Ну, а главные все-таки, это кто? Главные? Кого чаще всего просят? Ну, Соним чаще всего просят. Макс Барский, Сережа Лазарев, Светлана Сергеевна Лободу, Пареже. Да, с отчеством Светлана Сергеевна. Светлана Сергеевна наше все. Да вы что? Ну, я люблю ее, да. Замечательно. А вот если говорить вообще в целом о том, что произошло с российской популярной музыкой. С эстрадой. Ну, эстрады, как бы, кто-то говорит пренебрежительно, кто-то со скепсисом и с издевательством, может быть. Но есть какие-то моменты, за что ее следует уважать? Конечно, конечно. Это нужно уважать просто только за то, что они умеют делать то, что они умеют делать, и делают это хорошо. Потому что, невзирая на то, как к ним относятся некоторые прослуги населения. Хорошо, это наличие шоу, это наличие голоса. Это наличие голоса, наличие музыкальности, в первую очередь, наличие какой-то, ну, не знаю, харизмы, можно назвать харизмой. Сейчас только о Лободе говорим. Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не о Лободе, хотя она тоже хороша. Ева Польна, да, яркая, харизматичная, и тексты шикарные, и аранжировки неплохие. Даже для меня человек, который не слушает популярную музыку постоянно, я, слушая это в эфире, нахожу для себя пару аккордов, которые меня цепляют, которые мне нравятся. Вы все-таки на радио очень давно? Как вы говорите, вы делите на официальный и неофициальный период? Да, давно, 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 с середины 90-х. В середине 90-х работал сначала на одном радио, потом на другом, потом на телевидении, потом снова на радио. В общем, потаскал жизнь. Вот если возвращаться к тому периоду, если сейчас понимать и принимать то, что сейчас происходит, вот очень многие говорят, что голосом улиц сейчас справедливо можно назвать хип-хоп-композиции. И многие люди, которые являются известными в нашей стране, авторитетными музыкантами, часто это взрослые люди, которым мы доверяем по причине того, что они вещают с экранов, например, и не только. Вот даже такие люди называют и говорят, что они не просто знают, кто такой фараон, но прямо говорят, там есть что слушать, и человек хорошо работает. Вот как вы относитесь к тому, что рэп-культура стала очень и очень популярной сейчас в наше время? Вот 2018 год, все слушают рэп-культуру. Не могу ничего сказать про рэп-культуру. Да, это имеет место быть, да, это занимает свою какую-то определенную нишу и в умах, и в сердцах, да и не молодежи только. А как вы думаете, почему? Люди хотят перемен, может быть, как пел Виктор Цой. Хотим перемен, а рэп-исполнители все-таки, они, вот возьмем того же Эминема, да, из рэперов я знаю только его, можно сказать, я не слушаю рэп. То есть вы думаете, что рэп это наш новый херок? Может быть, может быть, какое-то это продвижение даст в массовом сознании. Рэп, это не наше все, это не наше будущее, может, как мне кажется. Прошу прощения, но все-таки это достаточно интересно. Не часто заказывают? Рэп нет, рэп нет. Как таковых заказов у нас композиций на нашем радио не существует. У нас плейлист присылает Москва, и мы работаем четко по выверенному плейлисту. Шаг вправо, шаг влево, они, конечно, допускаются, но заказов композиций мы не исполняем. Так, с этим понятно. Расскажите еще, пожалуйста, о том, вот, наверное, есть в памяти остался какой-то эфир, который вы можете назвать прям большой вашей гордостью. Или эфир, который вы можете назвать самым худшим. Вот каким он должен быть, чтобы вы смели так о нем судить. Я не могу со своей точки зрения судить о своих эфирах. Пусть это делают зрители, слушатели, пусть это делают те люди, которые слушают меня и слышат, и не переключают кнопку в этот момент. Получайте же удовольствие от работы, потому что... Я получаю удовольствие от работы каждый день, каждый эфир, какой бы он ни был. Я прихожу с плохим настроением на работу, с хорошим настроением на работу, но когда ты пересекаешь порог студии, там, выпив чашечку кофе... Даже если этот эфир 1 января, как было сказано... Ой, 1 января, да, были эфиры у нас замечательные, я не буду называть радиостанцию, но были эфиры у нас классные, 1 января, когда мы с моей коллегой Светой Мирной, которая тоже сейчас работает на радио, мы вели по 3-4, а то и 5 часов музыкальные марафоны. Нам даже слушатели привозили тортики со своего стола, салатики, было дело, было, было, было. Ну и вот сегодня вы работаете на радио, чтобы делать что? Чтобы делать как? Вот вашу главную такую миссию вы в чем видите? Моя миссия на радио? Ага. Зачем вы туда приходите? Я прихожу пообщаться, потому что я каждый эфир вижу перед собой какого-то, пусть даже абстрактного человека, девушку, парня, все равно. И я хочу за вот этот короткий отрезок времени, который мне дан, там, час, полчаса, я хочу что-то получить и от слушателя, ну, пусть даже это в качестве звонка, привета, и что-то ему дать, рассказать ему что-то интересное. Может быть, поддержать его в каком-то трудном деле, хорошей музыкой, добрым словом, шуткой. Ведь для чего мы слушаем радио? Мы слушаем радио, чтобы послушать любимую музыку и чуть-чуть расслабиться, правильно? Я думаю, что вот наша задача главная, человеку дать отдохнуть и не напрягать. Я благодарю вас. Наш эфир на этом заканчивается. Позитивными и добрыми словами, я тоже думаю, что это очень-очень важно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. У нас в гостях был радиоведущий Макс Кузнецов. Субтитры сделал DimaTorzok